Бажаю здоровья, шановные украинцы! Сегодня у нас есть хорошие новины. В частности, из военных сводок из Херсона освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список. Наши войны не останавливаются, и это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли. Провел сегодня серию важных переговоров. Сначала днем говорил с премьер-министром Индии, проинформировал господина Моди о ситуации на передовой, об успехах наших военных, подробно представил наш взгляд на недавние эскалационные шаги России. Именно Кремль делает все, чтобы эта война могла завершиться только на поле боя, а не за столом переговоров. На разные украинские предложения остановить агрессию и освободить нашу территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом. И это угроза любому государству в любой части мира. Если кто-то один пытается украсть территорию соседнего народа, то и у других может появиться аналогичное желание. Поэтому мы призываем всех субъектов международных отношений, уважающих международное право, встать на защиту базовых его принципов и подтвердить свое уважение, в частности, к принципу нерушимости границ и территориальной целостности государств. Считаю, что для Индии это такой же фундаментальный принцип, как и для Украины. Также сегодня днем говорил с Джорджей Мелани, лидером политической силы «Братья Италии», которая одержала уверенную победу на недавних выборах. Это был очень предметный разговор о том, как увеличить наше межгосударственное сотрудничество и как усилить наши возможности и Украины, и Италии. От имени всех украинцев поблагодарил Италию за мощные пакеты оборонной поддержки. Ждем госпожу Мелани в Киеве с официальным визитом. И вечером говорил с президентом США Байденом. Прежде всего, поблагодарил его за очередной пакет оборонной поддержки для нашего государства, в частности, за новые хаймерсы. В целом, я отметил, что успехи наших военных, все успехи, возвращение свободы нашим людям – это наши общие успехи, это наши общие победы. Благодаря единству Украины, Соединенных Штатов Америки и всех наших партнеров в свободном мире, свобода сегодня имеет высшую силу за десятки лет и демонстрирует конкретные победы в противостоянии с тиранией. Конечно, обсудили с президентом Байденом и ключевые аспекты нашего взаимодействия вне оборонной сферы, в частности, финансовую поддержку, в частности, пакет поддержки объемом более 12 миллиардов долларов, обсудили политические шаги сотрудничества в международных организациях. А особенно приятно мне было услышать слова президента Байдена о том, что наши военные вдохновляют весь мир, наш народ вдохновляет весь мир. И это действительно так. Наша победа в этой войне покажет, как много Украина может дать глобальной крепости свободы, глобальной крепости демократии. Я благодарю каждого и каждую, кто воюет и работает ради нашей победы. Особенно сегодня отмечу слаженные и героические действия воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Кашевого атамана Костя Гордиенко. Спасибо вам, ребята. И неизменно благодарю всех, кто помогает нашим защитникам защищать свободу. И еще одно важное ударение. Я подписал указ о признании ничтожными всех указов президента Российской Федерации и всех актов, принятых во исполнение этих указов для попыток аннексии нашей территории с 2014 года и по сегодняшний день. Любые российские решения, любые договоры, которыми пытаются захватить нашу землю, все это ничтожно. Слава Украине!